Всем привет и на предыдущем смешном видео мы набрали целых 15 тысяч лайков, поэтому сегодня я снимаю новое смешное видео по мультивайнам. Их давно не было на нашем канале, я их очень люблю, думаю вы тоже, поэтому сейчас мы их посмотрим и попробуем не засмеяться. Но чтобы вышла следующая часть, давайте под этим видео накопим 25 тысяч лайков, потому что они выходят не так часто. Кто еще не видел на моем втором канале Женя Фокс, вышло новое видео, там мы озвучиваем самые кайфовые мемчики и выполняем разные тестики, а сейчас я вставлю сюда кусочек. Сейчас мы узнаем твое супергеройское имя, первая буква твоего имени, у меня Женя значит алкогольный, и первая буква твоей фамилией, у меня F значит слесарь пятого разряда, что-то как-то обидно. Пишите что у вас получилось, у нас уже почти там 100 тысяч подписчиков, поэтому по ссылочке в описании заходи и помоги мне добраться до соточки. Вечер боулинга. Да, и вот это ты называешь страйком? Подвинься-ка, дай дорогу мастеру баулинга. Мне! Раззуйте-ка глаза и зацените вот это! Легко. А теперь смотрите и учитесь. Как держать, Пауло? Переплюньте-ка это! Мелочь. Парк. Вы чокнутый док, то, о чём вы говорите, невозможно. Невозможно? Присмотритесь-ка. Этот комар попал в смолу 100 миллионов лет назад и стал инклюзом в янтаре. Мы просто выкапываем янтарь, добываем доисторическую ДНК, немного генной инженерии и вуаля. Вы... вы правда создали? Да. Добро пожаловать в дело всей моей жизни. Добро пожаловать... Парк здоровенных комаров! Капец! Отвали! 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 Шатающийся зуб Шатающийся зуб И всем доброй ночи. Собеседование. Как бы вы описали свои сильные стороны? Я целеустремлённый человек, преданный делу, сэр. Всегда заканчиваю дела, несмотря ни на что. Неплохо. А свои слабые стороны? Суицидальные наклонности. Две недели спустя. Каждый понедельник, так? Чип, я проглотил пулю. Значит ли это, что когда я пойду в туалет, она выстрелит, как из обычного пистолета? Капитан, я не знаю, как можно так сильно быть правым. Тебе хватило ума, чтобы проглотить небольшой взрывающийся боеприпас, а потому ты наткнулся на секрет совершения идеального преступления. Видишь ли, пулю, которой выстрелили из ануса, нельзя связать ни с каким оружием. А в полёте нет отпечатков пальцев. Высокие мальчики! Лучшие горки в вашей жизни. Ух ты! Простите, мальчики, нужно быть вот такого роста, чтобы прокатиться. А теперь шевелите булками, не занимайте очередь. Я вам разве не сказал, чтобы... Ой, я обознал, СССР. Прошу, проходите. Улыбнись. Одно мороженое для коротышки. Ой, простите, мистер. Вот, выпейте за мой счёт. Рири, древнее божество ботанов, спрашивает, где хранится моча? В яичках, Рири. Она хранится в яичках. Ну, в одном яичке. Во втором находятся вязкие чернила, которые мужчина может выплёскивать на хищника в случае опасности. Парк 2 Даже не думайте, что мы забыли про ваш прикол с парком комаров, док. Да, вы чокнуты, если думаете, что мы в него вернёмся. Я признаю, парк здоровенных комаров был провалом. А мы начали всё сначала и обнаружили кое-что потрясающее. Оказывается, внутри доисторических комаров была настоящая кровь динозавров. Наши лучшие генетики просто заполнили пробелы в ДНК динозавров с помощью ДНК лягушек и воля. То есть вы правда создали... Добро пожаловать. Парк нормальных динозавров Какого хрена? Записка Чудесного тебе первого дня школы, дорогая. Заведи кучу друзей. С любовью, мама и папа. По скриптум, мы положили тебе твоё любимое лакомство, чтобы ты знала, как мы тебя любим. Класс, арахисовое масло с джемом. О, повезло ж тебе. А тебе что родители положили, Карл? Твои родители у нас, Мелкий. Если ты хочешь когда-нибудь их увидеть, принеси 50 тысяч долларов на детскую площадку после уроков. Если наши требования не выполнят в течение суток, ты пожалеешь, что родился. По скрипту мы оставили тебе подарочек, чтобы ты знал, что мы не шутим. Опять отробленный палец. Мартин с пуком в банке. Так, ты пойдёшь на следующую вечеринку в субботу? Даже не знаю, в прошлый раз я уснул на... Ах, блин, сюда идёт Мартин с пуком в банке. Да ну, ребят, я сделал это всего разок, и это было аж в четвёртом классе. Видите? Тогда почему ты постоянно носишь с собой банку? Потому что мне приходится доказывать всем, что такое было всего раз. Но все продолжают меня называть Мартин с пуком в банке. Слушай, единственная причина, по которой тебя называют Мартин с пуком в банке, это то, что ты, Мартин, всегда носишь с собой пук в банке. Фу, это ж Мартин с пуком в банке. Я сделал это всего раз в четвёртом классе. Да мы с тобой были в разных школах, Мартин. Мы бы в жизни ничего не знали, не расскажи ты нам эту историю в первый же день учебного года. После чего ты вытащил на свет пук в банке пятилетней давности. Если ты завтра не напомнишь, мы о нём больше никогда не заговорим. Да ну вас, я же так всего раз делал. Блин, всего один разок. Один разок. Я соврал. Спасибо, что присоединились ко мне на месте преступления. После расследования я пришёл к выводу, что убийцей не может быть ни один из вас. Только все сразу. Доктор, вы стали источником анестетика, который затем оказался на платочке мадам Магделин с её инициалами, которые использовали, чтобы жертва потеряла сознание. Когда жертва потеряла сознание, все остальные начали наносить ей ранения ножом месье Баптиста. В процессе каждый из вас что-то обронил. Месье Барт свою ручку, мадам Роуз свою брошь, месье Жан сигаретный пепел, а месье Ле Фу свой паспорт. А теперь, когда я вас вычислил, я надеюсь, что на следующей станции вы все сдадитесь полиции. Ого. Величайший детектив в мире сначала убил пассажира, а потом самого себя. Как думаешь, зачем он это сделал? Я что, детектив, по-твоему? Мусор. Билли, можешь? Билли, что ты творишь? Я ем мусор, отец, старый ты козлина. Тебе не понять. Я не знаю, как до него достучаться. Может, пора проконсультироваться с экспертами? Книга. Руководство по воспитанию от трёх мужиков без детей. Прекрати, прекрати, прекрати! Я тебя ещё больше ненавижу. Прекрати, прекрати, прекрати! Спасибо, книга! Мистер Чапли, если вы съедите себя, вы станете вдвое больше или просто исчезнете? Думаю, я справлюсь с вопросом. Станешь вдвое больше? Или просто исчезнешь? Что же произойдёт? Ты откусишь, откусишь кусок и... Но куда же этот кусок девается? Он тогда... Боже, да что ж произойдёт-то? Что случится, когда ты половину себя съешь? Что? Что? Что случится, если... Если ты больше половины съешь... Ты съешь свой рот? Господи, ёптвою! Да что ж случится? Я не знаю! Я не справился! Я не справился! Не забывай заценивать видео по бокам и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. А также накапливай лайки, чтобы видосы выходили как можно чаще. Ну, тип, накопил, получил. С вами была я, Джейн Фокс, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok